Всем добрый день! И мы с вами сегодня будем обсуждать то, как в теории множеств представляются натуральные числа, как доказывать разные факты о них. Ну, приступим. Итак, мы с вами давали определение того, что такое индуктивное множество. Мы говорим, что множество х индуктивно, и обозначаем это через инг от х. Если, во-первых, пустое множество принадлежит х, и, во-вторых, для каждого элемента х, множество, которое содержит все элементы х и все множество х как элемент, тоже является элементом х большого. Аксиома бесконечности говорит, что существует индуктивное множество. Давайте докажем, что существует наименьшее индуктивное множество. Наименьшее в смысле отношения включения. То есть существует такое множество х, что, во-первых, оно индуктивно, и, во-вторых, для каждого множества у, если оно индуктивно, то х является подмножеством у. еще одно скобка. Вот так. Ну, как нам это доказывать? По аксиоме бесконечности существует индуктивное множество. То есть из аксиомы инх следует, что существует х такое, что оно индуктивно, и пусть это множество х0. Давайте рассмотрим множество, которое мы обозначим через омега. Это множество всех таких элементов х0, что для каждого х, если х индуктивно, то х малое принадлежит х большому. То есть мы пользуемся здесь аксиомой выделения. Мы из х0 выделяем подмножество, которое состоит из таких элементов х0, которые входят во все индуктивные множества. Давайте докажем, что тогда омега индуктивна. Ну, во-первых, пустое множество принадлежит х0, потому что х0 индуктивна. Дальше. Для любого х, если х индуктивна, то пустое принадлежит х. Отсюда мы получаем, что пустое множество принадлежит амегу. То есть, во-первых, оно принадлежит х0, то есть выполняется вот это условие, а во-вторых, выполняется то условие, которое выделяет в х0 соответствующие подмножки. Значит, пустое принадлежит амегу. Амега. Во-вторых, если х принадлежит амега, то тогда во-первых, х принадлежит х0, а во-вторых, для каждого индуктивного множества х х принадлежит х принадлежит этому индуктивному множеству. Отсюда мы получаем, что х, объединенное с множеством, состоящим из х, принадлежит х0, и оно принадлежит всем индуктивным множествам в силу их индуктивности. А вот отсюда уже по определению множества омега следует, что х пишу, что множество х, объединенное с множеством, состоящим из х, принадлежит омега. Мы просто по пределу. Значит, мы получаем, что омега – индуктивное множество. Во-вторых, давайте покажем, что для каждого х, если оно индуктивно, то омега в него вложен. Почему это так? Пусть х принадлежит омега. Тогда, во-первых, х принадлежит х0, и, во-вторых, х0 на своем рутокси, и, во-вторых, для каждого индуктивного х х малое ему принадлежит. Но теперь мы можем просто проигнорировать первую часть конъюнкции. Мы получаем, что для каждого индуктивного х элемент х малое ему принадлежит. А это и есть утверждение о том, что омега – подмножество любого индуктивного множества. Ну, собственно, омега – это как раз то множество, существование которого в нашем утверждении заявлено. Давайте это будет утверждение 1. И вот этот х, существование которого тут объявлено, он и есть 1. Индуктивное множество наименьшее в смысле включения. Определение. Омега называется множеством натуральных чисел. Его элементы – это натуральные числа. На множестве омега мы введем функцию исследования. в этом же определении. Значит, если функция с от х по определению – это множество, состоящие из элементов х и самого х. И эта функция переводит омега в омега. В силу определения омега оно индуктивно. Значит, если х ему принадлежит, то х, объединенный с множеством из х, тоже ему принадлежит. Далее мы определим… Значит, это называется функция исследования. Это множество. Это функция исследования на нем. Еще мы на нем определим порядок. Для m и n из омега мы определим м меньше н, если м принадлежит н как элемент. Упражнение. Давайте докажем, что если х меньше, чем с от у, то либо х меньше у, либо х равен у. И обратное тоже верно. давайте введем еще одно обозначение. у плюс 1 это другая запись для s от у. По-другому мы это утверждение можем переписать так. х меньше, чем у плюс 1 тогда и только тогда, когда х меньше у или х равен у. Такое утверждение привычное для натуральных чисел. Давайте докажем, что в нашем определении оно тоже будет сохраниться. конец. Ну, пусть у меньше, х меньше, чем у плюс 1. Что это значит? По определению это означает, что х это элемент у плюс 1. По определению же это определение того, что такое меньше. давайте, кстати, я как-то это выделю. Вот у нас определена функция следования, вот у нас определено меньше. теперь по определению того, что такое у плюс 1, мы понимаем, что х принадлежит у, объединенному с множеством из у. ну и когда х принадлежит объединению? Когда он принадлежит либо первому множеству, либо второму. То есть либо х принадлежит у, или х принадлежит множеству из у. Но х принадлежит у по определению меньше. Это то же самое, что х меньше у. а х принадлежит множеству из у по определению синглитона здесь простите, здесь свойство объединения. А вот здесь определение меньше. И по определению синглитона х принадлежит множеству из у тогда и только тогда, когда он умрет. Ну и вот наше утверждение омега. Теперь, если мы начнем выписывать элементы элементы множества омега, мы знаем с вами, что пустое принадлежит омега. Дальше, раз пустое принадлежит омега, то в силу его индуктивности множество, состоящее из пустого, также принадлежит омега. Теперь мы должны объединить множество, состоящее из пустого с множеством, состоящим из этого множества. Мы получим множество, элементами которого являются пустое множество и множество его содержащие. Также принадлежит ему. Дальше мы должны это множество объединить с множеством, состоящим из него. Что получится? Получается множество, в котором есть вот эти два элемента и вот это. то есть пустое, множество из пустого и вот само это множество тоже принадлежит. Собственно, именно эти множества мы с вами называли натуральными числами. Это число ноль, пустое множество, представление числа ноль, представление единички это множество состоящее из пустого, то есть S от нуля, представление двоечки, вот оно, представление троечки, вот оно. То есть элементами омега оказываются как раз натуральные числа то, как мы их определяли раньше. Причем обратим внимание на то, что в множестве изображающем двойку два элемента, в множестве изображающем тройку три элемента и так далее. То есть в множестве изображающем числа n, соответственно, n элементов. Ну, что очень естественно. теперь давайте докажем важнейшие свойства множества натуральных чисел, а именно принцип индукции и принцип наименьшего числа. Принцип индукции. Это будет теорема 1. утверждается следующее. Для каждого множества х, если 0 принадлежит х, и для любого n, если n принадлежит х, то n плюс 1 принадлежит х, тогда омега подможество х. что мы с вами получим? Простите, пожалуйста. Простите, Простите, пожалуйста, сейчас я отключу. ноль-то мы будем писать с черточкой, как только что писали выше, или будем с черточкой писать, что попало? Давайте я буду писать с черточкой. Ну, а в общем-то можно принять соглашение, что и так есть? в общем, давайте примем соглашение, чтобы не изображать другие шрифты. У нас с вами как только возникает формула, и других нулей не бывает. Поэтому вообще говорите, черточки можно не писать. Давайте их писать не будем. Значит, договоримся, что мы не пишем и здесь тоже. и, соответственно, когда мы в формулах используем натуральные числа, естественно, мы понимаем под ними множество, которое это не значит. Ну, давайте докажем теорему. Мы с вами видим, посылка говорит, что х индуктивна. Посылка в точности означает индуктивность множества х. Тогда омега пересеченная с х будет под множеством х. И омега пересеченная с х будет индуктивна. Ну, а значит, поскольку омега наименьшее по включению индуктивное множество, омега пересеченная с х будет под множеством, будет совпадать с омегой. И значит, омега будет под множеством х. На самом деле это переформулировка. Посмотрите, пожалуйста, вот мы с вами уже доказали вот здесь. Вот здесь мы уже доказали, что омега под множество любого индуктивного множества. Доказательство первого утверждения. поэтому вообще говоря, мы именно этим и здесь мы доказали еще. принцип индукции доказан, но мы с вами сейчас это утверждение и это обычная математическая индукция. если натуральное число 0 обладает некоторым свойством и из того, что n обладает этим свойством следует, что n плюс 1 также им обладает, отсюда следует, что все натуральные числа обладают этим свойством. Следующая теорема, теорема 2, утверждает, что индукцию можно вести не только по натуральным числам, но вообще говоря, по простите, не точно говорю. Следующая теорема, принцип матиндукции формулирует немножко в другой форме, так называемая порядковая индукция. она для произвольного множества а утверждает следующее. Предположим, что для любого n из-за мега, если для всех m меньших n m принадлежит х, то и само n принадлежит х. Утверждается, что тогда омега подможество х. утверждается, что это верно для каждого х. Значит, х обладает следующим свойством. Смотрите, если оно содержит все элементы меньше некоторого натурального числа, то оно содержит и само это число. Утверждается, что тогда х содержит все натуральные числа. Давайте доказать. давайте рассмотрим множество х-штрих, которое состоит из таких натуральных n, что для всех m меньших этого n m принадлежит х. То есть х-штрих состоит из таких натуральных чисел, что все меньше натуральные числа в их центре. Первое, что мы докажем, мы докажем, что х-штрих индуктивен. Для этого надо показать в опеках, что пустое множество принадлежит х-штриху. Почему оно принадлежит х-штриху? Потому что для каждого m, если m меньше пустого, а это означает, что m принадлежит пустому, то вообще все, что угодно в силу того, что выводится отрицание посылки. Тогда m принадлежит х-штриху. Значит, для каждого m меньшего пустого m из х. Ну, а значит, отсюда следует, что само пустой из х-штриху. по определению х-штриху. Теперь второе. Пусть х из х-штриху. Покажем, что х плюс 1 тоже из х-штриху. Это верно, так как если х из х-штриху, то, во-первых, х принадлежит амега, а во-вторых, для всех у меньших х, у из х. отсюда следует по свойству множества х. Смотрите, вот оно, свойство х, которое нам дано в условии. Отсюда следует, что у из х. Что х мало из х растет. Значит, во-первых, он из амега. Во-вторых, для всех у меньших него они из х. И еще сам х тоже из большого. х. х. тогда мы получаем, что для всех у меньше, чем х плюс 1, а мы с вами знаем, что меньше, чем х плюс 1. Это элементы меньше х и сам х. мы получаем, что для всех у меньше, чем х плюс 1, у из х. И еще х плюс 1 тоже из омега. Это следует из определения омега. Вместе с каждым элементом оно содержит следующее. Ну, отсюда мы получаем, что х плюс 1 принадлежит х. Отсюда следует, что х штрих индуктивно. Ну, собственно, да, я это уже написала. Вот два свойства, которые требуются для индуктивности, мы оба проверим. Раз х штрих индуктивна, тогда омега подмножество х штрих. А х штрих это почему? Потому что омега наименьше индуктивное подмножство. А мы доказали индуктивность их штрих. теперь теперь ну, собственно, наименьше индуктивное х штрих подмножство х по определению. Если х из штрих, то для всех у меньших х у из х, ну, а тогда по свойствам множества х х из х. отсюда мы получаем, что омега подможество х, что нам и требуется. х из х х Значит, у нас с вами есть индукция. В индукции явно выделяется база индукции и шаттл. В порядковой индукции, которую мы только что доказали, база спрятана тоже внутри нашего предположения относительно множества х. База следует из того, что если мы рассматриваем наименьшее возможное n, то есть n равное пустому множеству, то у него подмножеств нет. И мы немедленно получаем, что пустое множество приближается. Давайте докажем еще одну форму, эквивалентную форму принципа индукции, принцип наименьшего числа. Это будет теорема 3. Принцип наименьшего числа. Неформально теорема 3 говорит, что любое подмножество в омегах содержит наименьший рим. Ну, если быть совсем точным, это минимальный элемент, потому что мы пока что не доказывали, что сравнение на омегах линейное. Это мы докажем позднее. Поэтому пока для нас теорема 3 означает, что непустое подмножество омега имеет минимальные линейки. Итак, для каждого х, которое подмножество омега. Если х не пусто, то тогда найдется такой элемент из х, что все меньшие него не являются элементами х. вот этот х, он и будет наименьший в х большом. То есть, если х большое подмножество омега и не пусто, то есть содержит хоть какой-то элемент, то оно содержит не больше. Давайте докажем. Давайте доказывать от противного. Пусть х подмножество омега. Х непусто. И не существует такого х, что х принадлежит х большому. И для каждого у меньшего х. У нет. Ну, заметим, что тогда пустое множество не может принадлежать х. Почему? Потому что для каждого у меньшего пустому у не принадлежит х. просто в силу противоречивости посылки и импликации. Значит, пустое не может принадлежать х. Мы с вами доказываем индукции. Рассмотрим теперь множество у, которое состоит из таких элементов омега, что все элементы у из х меньше этого х. Тогда, раз пустое не попало в х, пустое множество попадет в игрек. Так, сейчас, простите, пожалуйста. Что-то я, что-то я сейчас говорю точно совершенно неправильно. Пусть в х нет ни меньшего элемента. Да, тогда пустое в нем не содержится. Нет, все правильно. Все правильно. Нет, все правильно здесь. Значит, мы рассматриваем множество верхних граней множества х. Верхних граней поднадлежащих омега. То есть множество всех таких элементов омега, которые больше всех элементов множества х. Давайте поймем, почему пустое множество тогда попадает в множество игр. Так, простите, пожалуйста, что-то не то происходит. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что пустое не принадлежит х и пустое меньше любого натурального числа, кроме себя самого. Значит, поскольку пустое в х не попало, все остальные элементы х – это какие-то другие натуральные числа. Значит, они будут строго больше пустого. Значит, пустое меньше всех элементов х, и значит, пустое из-за него. Дальше. Если какой-нибудь х маленький принадлежит х, это означает, что для всех у из х х маленький меньше х. Простите, вот в первом пункте, в скобочках, после слова «такак», наверное, пустое принадлежит омеге скорее, чем х, да? Стоило написать. Пустое не принадлежит х, простите. Значит, тогда для всех у из х пустое будет х будет меньше, чем у. Давайте поймем тогда, что для всех у из х х х плюс 1 будет меньше, чем у. Почему? Потому что иначе найдется такой у из х, что у будет меньше, либо равен х плюс 1. Поскольку он не может быть… Когда у меньше, либо равен х плюс 1? То есть у меньше, чем х плюс 1, или у равен х плюс 1. Теперь, почему у не может быть меньше, чем х плюс 1? Потому что х малый меньше всех элементов х. Х малый меньше всех элементов х большого. Поэтому элемент у, если он меньше, чем х плюс 1, то он либо меньше х, либо ему равен. В любом случае, он в х большой не попадает. Вот это невозможно. По выбору. Потому что х из у. Теперь, почему у не может быть равен х плюс 1? Если у равен х плюс 1, то все элементы, меньше него, они принадлежат множеству у большой. А значит, они меньше всех элементов х. И мы получаем, что х плюс 1 будет наименьшим в х. А это невозможно. Значит, мы получаем, что если х из у, то х плюс 1 тоже из у. Вот так. Отсюда следует, что наше игре кондуктивное множество. Вот так. Ну, а раз у – кондуктивное множество, то омега содержится в у. А тогда х должно быть пустым. По условиям мы предположили, что это не так. Мы предположили, что оно не пустым. Пришли к противоречию. Давайте я попробую. Поскольку тут произошло у меня некоторое путнице, давайте я попробую сказать. Значит, у нас с вами мы предположили, что… Я напомню, мы предположили, что х под множество омеги… Мы предположили, что х не пусто. И мы хотим показать… И мы предположили, что в нем нет наименьшего элемента. Не существует наименьшего элемента… Минимального скорее. Да, не существует минимального элемента в икс. Не существует такого х маленького, что для любого у меньше этого х маленького, у не входит в икс. И в качестве у мы взяли множество… Давайте я буду говорить таких n… Что для всех у, меньших этих, этого n… А для всех у, простите, для всех х из множества х большое, то есть мы теперь берем множество всех у, всех элементов, которые меньше всех элементов х, множество х большое. Это n мы берем откуда? Из омеги. Дальше мы показываем индуктивность этого икс. Что мы при этом говорим? Мы говорим, во-первых, пустое множество меньше, чем х для любого х из омеги. Если х не равно пустому, значит, если х из омеги и х не равно пустому, то тогда пустое меньше, чем х. Дальше мы замечаем, что пустое не принадлежит х большому, потому что в нем нет минимального элемента, а пустое, если бы оно туда принадлежало х большому, оно бы точно было минимальным. пустое не принадлежит х большому. Значит, отсюда следует, что для всех элементов х большого пустое меньше них, потому что х большое под множеством. и значит, для пустое выполняется свойство, задающее элементы у, и значит, пустое принадлежит им. Дальше мы доказываем, для индуктивности нам нужно два факта, что пустое попало в у, и что вместе с каждым элементом попадает следующее. И мы говорим, что если х попал в у, то тогда… х плохо, давайте у, иначе портничь возникнет. Если у малый попал в у большой, то для всех х малых из х большого у меньше этого х малого. То есть у меньше всех элементов х малого. Мы доказываем, что тогда для всех х малых из х большого у плюс 1 тоже будет меньше всех элементов х малого. Почему? Потому что берем любой элемент из х малого. Да, мы тут пользовались линейностью, что они хорошо с нашей стороны. Иначе у нас что получается? Иначе у нас получается, что есть такой элемент х малая. Прекijка. Преки. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что означает, что у меньше х? Это означает, что у принадлежит х. Продолжение следует... Что для всех х из х большого у плюс 1 меньше х. То тогда найдется х малый из х большого, для которого неверно, что у плюс 1 меньше х. Неверно, что у плюс 1 меньше х. Продолжение следует... Продолжение следует... Надо показать, что тогда... У плюс 1 будет принадлежать х. И у плюс 1 будет наименьшим в х. Значит, почему это то? И у плюс 1 не наименьший, минимальный. Минимальный в х. Ну да, нам с вами для этого нужны некоторые свойства порядка на омега, которые, к сожалению, я собиралась доказывать позже. А надо было с них начать. Давайте мы все-таки с них и начнем. Мы вернемся с вами к принципу наименьшего числа. Так, давайте вот забудем время. И сначала докажем свойства порядка на натуральных числах. Так, сейчас мы вот эту страницу с вами уберем. И давайте сначала докажем свойства меньше на омега. Ну, во-первых, для каждого элемента омега n является подножеством омега. Почему это так? Давайте я сначала все свойства выпишу, а потом мы будем их доказывать. Во-вторых, для всех х, м и n из омега, если неверно… Во-первых, неверно, что n меньше n. То есть меньше действительно порядок. Во-вторых, если k меньше m и m меньше n, то k меньше n. То есть и рефлексивность, и транситивность. То есть второе утверждение говорит, что меньше – это строгий порядок. Третье. Для каждого n из омега пустое меньше либо равно, чем n. Меньше либо равно – это меньше или равно. Четвертое. Для всех m и n из омега, если m меньше, чем n, то m плюс 1 меньше либо равно, чем n. Линейность порядка для всех m и n из омега, или m меньше n, или n меньше m, или m равно. Давайте доказывать. Ну, во-первых, почему всякое натуральное число является подмножеством омега. Индукции. Индукция по n. Во-первых, пустое является подмножеством омега. Это частный случай того, что пустое является подмножеством любого множества. Во-вторых, пусть х принадлежит… Да, если n подмножество омега, нам надо показать, что тогда n плюс 1 подмножеством омега. Ну, действительно, что такое n плюс 1? n плюс 1 – это n, объединенное с множеством, состоящим из n. И, конечно, мы берем n из омега. Мы с вами знаем, что если х принадлежит n плюс 1, то либо х принадлежит n по определению объединения. или х совпадает с n. В первом случае он принадлежит омега по предположению индукции. А во втором случае он принадлежит омега, потому что именно такие n мы и рассматриваем. мы доказываем, что для каждого элемента омега является подмножеством. Иными словами, мы берем в качестве свойства х, мы берем множество таких n из омега, что n являются подмножествами омега. Мы показываем, что пустое принадлежит х, ну, потому что пустое принадлежит омега и является его подмножеством. Во-вторых, если n принадлежит х, то тогда n принадлежит омега и является его подмножеством. Тогда n плюс 1 принадлежит омега по определению омега. И мы показываем, что n плюс 1 является подмножеством. Вот показано. А значит, n плюс 1 также принадлежит х. И из двух этих утверждений по принципу индукции мы получаем, что омега подмножество х, а значит, омега равно х. Ну, потому что х подмножество омега по определению. То есть для всех натуральных чисел они являются подмножествами. Теперь второе свойство, почему меньше это порядок. Почему неверно, что n меньше n? Это частный случай. Это верно, не только для натуральных чисел. Никакое множество не является элементом самого себя. Мы с вами это уже доказывали. Из-за ксёмы регулярности. Теперь пусть n меньше m и n меньше k. Нам надо доказать, и m меньше k. Или у нас с вами в другом порядке. У нас с вами в другом порядке. Пусть k меньше m и m меньше n. Нам надо доказать с вами, что k меньше m. В каком случае k меньше m, если k элемент m? В каком случае m меньше n, если m элемент n? А нам с вами надо будет доказать, что k является элементом n. КОНЕЦ КОНЕЦ Давайте доказать. Это для всех К, И, М, И, Н из омега. Давайте доказывать. Давайте мы с вами докажем вспомогательное утверждение, что если М меньше, чем Н, то М под множество Н. Если нам удастся это доказать, то наше утверждение будет отсюда следовать напрямую. Потому что мы получим, что К принадлежит Н, если К меньше Н. А если М меньше Н, мы, как следствие, отсюда получим, что М под множество Н. Значит, если К меньше Н, то вот так. Если М меньше Н, то вот так. И отсюда будет немедленно следовать, что К принадлежит Н, а значит К меньше Н. Вот так. Я предлагаю провести индукцию по Н. индукция по Н. Иными словами, мы через Х обозначаем множество таких натуральных Н, что если М меньше Н, то М под множество Н, то М под множество Н. Ну, во-первых, пустое принадлежит Х. Почему? Пустое принадлежит Омега. И неверно, что Н принадлежит Пустое. Значит, отрицание посылки принимается, значит, и заключение тоже. Во-вторых, если Н принадлежит Х, то из М принадлежит Н следует, что М под множество Н. Пусть тогда М принадлежит Н плюс 1. Пусть теперь М принадлежит Н плюс 1. Н плюс 1 – это Н, объединенное с множеством из Н. Значит, тогда либо М принадлежит Н, или Н совпадает с Н. В первом случае М под множество Н по предположению индукции, и значит, М под множество Н плюс 1. А во втором случае Н, конечно, под множество Н плюс 1 – это видно по определению, потому что вот Н входит в него. Элемент Н входит в него, поскольку мы Н объединили с чем-то. Ну и значит, тогда очевидно, что М под множество Н плюс 1. Значит, мы с вами доказали, что если М из Н плюс 1, то М под множество Н плюс 1. Значит, тогда получаем, что Н плюс 1 тоже будет принадлежать Х. По этим двум предположениям, по этим двум утверждениям мы получаем, что вся Омега под множество Х. Ну и значит, наше свойство выполняется для произвольных. И тем самым доказана трензитивность. Третье утверждение. Третье утверждение говорит, что для любого Н из Омеги 0 меньше либо равен Н. Ну, если Н принадлежит Омеге, давайте доказывать опять индукцией. Пусть Х состоит из таких Н из Омеги, для которых 0 принадлежит Н. Или 0 равен Н. 0 принадлежит Х, очевидно, потому что 0 равен 0. Теперь пусть Н принадлежит Х. Тогда Н принадлежит Омеге и либо 0 принадлежит Н, либо 0 равен Н. Тогда Н плюс 1 тоже принадлежит Омеге, просто по определению Омеги. И мы снова вспоминаем, что Н плюс 1 – это Н, объединенное с множеством, состоящим из Н. Значит, в первом случае 0 будет принадлежать этому объединению, потому что он принадлежит Н. А во втором случае 0 будет принадлежать этому объединению, потому что 0 – это и есть Н, а элемент Н этому объединению принадлежит. Ну, и значит, Н плюс 1 принадлежит Омега и 0 принадлежит Н плюс 1. А значит, Н плюс 1 принадлежит Х. И снова мы делаем вывод отсюда, что значит Омега. Да, вот у нас с вами 1 и 2. Омега, что Омега под множество Х, а значит, свойство быть больше либо равным 0 выполняется для всех натуральных чисел. Четвертое. Для всех М, Н в Омеге, если М меньше Н, то М плюс 1 меньше либо равен Н. Мы с вами очень похожее свойство доказывали. Давайте на него наведем. Вот оно, Х меньше, чем Н, плюс 1, если он меньше Н, либо равен Н. Давайте сюда. Ну, опять мы составим множество Х. Из таких Н из Омега, что для всех Х, если Х меньше Н, то Х плюс 1. Для всех Х из Омега. Если Х меньше Н, то Х плюс 1 меньше либо равен Н. Во-первых, пустое принадлежит Х. Почему? Потому что пустое принадлежит Омега, то есть выполняется вот эта часть. И, во-вторых, для любого Х, если Х меньше пустого, а это значит, что Х принадлежит пустому, то тогда вообще все, что угодно, потому что посылку мы с вами можем отрицать. Пустое из Х. Пусть теперь Н принадлежит Х. Тогда Н, во-первых, принадлежит Омеге. Во-вторых, для каждого Х из Омега. Если Х меньше Н, то Х плюс 1 меньше либо равен Н. Тогда давайте посмотрим на Н плюс 1. Н плюс 1, конечно, принадлежит Омеге. И мы возьмем любой Х. Если Х меньше, чем Н плюс 1, то мы с вами знаем, что Х меньше Н или Х равен Н. Если он меньше Н, то мы с вами уже по транзитивности знаем, что Х меньше, чем Н плюс 1. Если он равен Н, то мы тоже с вами знаем, что Н меньше, чем Н плюс 1. Значит, здесь у нас с вами транзитивность. А здесь у нас с вами просто определение Н плюс 1, потому что Н принадлежит Н плюс 1. И значит, свойство второе мы с вами тоже получили. Для всех Х меньше Н плюс 1. А, простите, пожалуйста, нам Х плюс 1 нужно. Так, да. Вот тут не совсем так. Так, если Х равен Н, то тогда Х плюс 1, не совсем том доказали, ерунду доказали, то Х плюс 1 равен Н плюс 1. А если Х меньше Н, это означает, нам надо понять, почему тогда Х плюс 1 будет меньше, чем Н плюс 1. Почему это так? Ну, потому что Х плюс 1, тогда мы знаем, он меньше либо равен Н. Правильно? Нет. Неправильно. Неправильно. Почему тогда Х плюс 1 будет меньше, чем Н плюс 1? Значит, у нас с вами Н плюс 1 – это Н, это Н, объединенное с Н. Это Н плюс 1. А Х плюс 1 – это у нас с вами Х, объединенное с Х. Значит, почему он будет элементом? Мы что-то похожее только что доказали. Сейчас посмотрим. Доказали мне. Нет, не доказали. Не доказали. А, ну нам же надо когда-то предположением индукции воспользоваться. Если Х меньше Н, то по предположению индукции Х плюс 1 меньше либо равен Н. Вот оно, предположение индукции. А значит, Х плюс 1 меньше, чем Н плюс 1. Все. Давайте сейчас вот это доказательство завершим и на этом закончим. Итак, мы с вами показали, что если Х меньше, чем Н плюс 1, то в любом случае Х плюс 1 меньше либо равен, чем Н плюс 1. Значит, мы показали, что Н плюс 1 тоже принадлежит Х. Ну а раз Н плюс 1, раз пустое принадлежит Х, и из того, что Н принадлежит Х следует, что Н плюс 1 принадлежит Х, из 1 и 2, по принципу индукции мы получаем, что Омега под множество Х. И значит, каждое число обладает натуральное нужным нам свойством. Каждое число Н. Что если какой-то элемент его меньше, то следующий элемент его меньше либо равен. Время наше закончилось. Давайте на этом остановимся. Ага, пожалуйста, на конец страницы текущей. Да-да-да, спасибо, все. В следующий раз нам с вами останется доказать линейность, завершить принцип наименьшего числа, и мы научимся определять функции репутей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!